Ежегодно 12 мая отмечают Международный день медицинской сестры. Такое название профессии было выбрано не случайно. Почти два столетия назад за больными ухаживали служительницы церкви и монахини. Сейчас на хрупкие плечи наших ангелов-хранителей легла непростая ноша – борьба с пандемией коронавируса. Если на передовой этого сражения стоят доктора, то медицинские сестры подают патроны и прикрывают тылы. С начала пандемии медицинские сестры практически забыли, что такое нормированный рабочий график. Они трудились в стационаре, в организованном ковидном госпитале, в Дивеевском монастыре работали вахтовым методом. Вызвать на смену могли в любую минуту, а потому с телефонами медики не расставались даже в редкие минуты отдыха. В режиме повышенной готовности мы работали. За поликлиниками закреплено было большое дело в части наблюдения и курирования пациентов, лечения на дому. Их было большое количество. Сотрудники, наши медицинские сестры-фальшера, они были задействованы в заборе материала биологического. Анна Борисовна посвятила этой профессии уже больше 30 лет. Настоящему специалисту помимо профильных знаний необходимо обладать определенными качествами, такими как терпение, забота, сострадание, считает главная медицинская сестра. И вот наравне с тем, что они являются мамами, там, женами в своих семьях, они еще являются источником вдохновения, что ли, для пациентов. Потому что кого первый пациент зовет? Сестра. Сестра. Что в отделении, что и для клинической службы тоже. Свой профессиональный праздник медсестры традиционно встречают на рабочем месте. До пандемии праздник проходил торжественно. Устраивали концерт, на который приглашали ветеранов медицинской службы, а также посвящали в свои ряды новичков, проработавших здесь меньше года. Коронавирусные ограничения диктуют другие правила. Но на атмосфере праздника это никак не сказалось. Спасибо вам огромное. Мои слова благодарности адресованы не только стоящим на сцене и кандидатам на награждение. Мне бы хотелось видеть здесь практически весь коллектив среднего медицинского персонала. Потому что мои слова адресованы абсолютно всему коллективу. И каждый из них достоин стоять на этой импровизированной сцене и получить эту награду. Награждение прошло в теплой дружеской атмосфере. Почетные грамоты за личный вклад в оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 вручили четырем сотрудницам первой поликлиники. Всего в больнице наградили 83 медицинских работника. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.